Коре-инфекционно-вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Вначале симптомы почти не отличаются от ОРВИ. Высокая температура, кашель, боль в горле, насморк, затем наблюдается снижение температуры. Но это не повод расслабляться. Болезнь выходит на вторую волну. Вышеперечисленным признаком добавляется высыпание сначала на лице, затем на руках, туловище и ногах. Инфекции от кори, красной хипаратит. Во-первых, хочется отметить, что у нас в регионе по всем этим инфекциям очень хороший уровень прибитости среди детей и составляет более 95%. Что, в общем-то, обеспечивает нам достаточно хороший коллективный иммунитет в отношении этих инфекций. В Леновской области было зафиксировано три очага кори от Димитровграда, Барышей и Меликесском районе. На сегодняшний момент они ликвидированы. Распространение болезни остановлено. Контактных лиц привили монокорьевой вакциной. Ее в регион привезли в конце ноября. Однокомпонентную вакцину используют чаще всего для экстренной иммунизации. Для вакцинации по графику используют протиткоревую вакцину или вакцину Вактривир, которую применяют сразу против кори, паротита и краснухи. В регионе имеется вакцина, моновакцина для вакцинации от кори. И тем категориям лиц, которым положена вакцинация, это дети до 6 лет, положена вакцинация либо моно, либо ди, либо три вакцины, они могут пройти на текущем этапе, пока отдельно вакцинацию от кори, отдельно от краснухи, либо ожидать поступления в регион уже три или три вакцины. Протиткоревая вакцина и вакцина Вактривир поступят в Ульяновскую область не ранее 25 декабря. Задержки с поставкой наблюдаются во всех регионах России. Причина – поставщик не выпустил вакцину в гражданский оборот. Для родителей, кто не хочет прививать ребенка несколькими вакцинами, врачи советуют дождаться двух- или трехкомпонентную прививку. Смещение графика вакцинации не повлечет последствий. Педиатр грамотно скорректирует время иммунизации. Вакцинация от этих заболеваний должна проводиться согласно национальному календарю. Но нужно помнить, что график может быть скорректирован в ту или иную сторону. То есть, как правило, в национальном календаре прописываются минимальные сроки между введениями вакцины. Но если происходит такая ситуация, когда необходимо удлинить интервал между введением вакцины, здесь ничего страшного не происходит. Потому что мы часто сталкиваемся и в нашей практике, когда, например, между первой и второй вакцинацией проходит больший промежуток времени. Это может быть обусловлено, например, состоянием ребенка, когда он переносит какую-то острую инфекцию или обострение хронического заболевания. Скорь, как и любое другое заболевание, необходимо не запускать лечить своевременно, а при первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.